И снова здравствуйте, дамы и господа! Вы все еще на канале Коптер Тайм и с вами все еще я, Александр Малков. Смотрим вторую часть обзора Autel Evo 2 Pro. Pro-версия, это та, которая с 6K камерой и, да, маленький офф-топик. Версия с 8K камерой, которая Autel Evo 2 просто обладает ровно такой же матрицей, как Mavic Air 2. То есть матрицы у них, вот эти 48-мегапиксельные, абсолютно одинаковые. Только Autel может писать 8K, а Mavic, ну, не может по каким-то причинам. Давайте перейдем к тестам картинки. Сначала мы поснимаем днем, сделаем абсолютно одинаковые кадры на Mavic и на Autel, зависим их рядышком, буквально в паре метров друг от друга. Посмотрим, кто на что способен. А потом сделаем те же самые кадры, но ночные. Посмотрим, насколько они готовы работать ночью. Это такой очень важный показатель. Еще один интересный момент по поводу матриц. У Mavic максимальная запись в 4K, а у Autel 6K. 6K это примерно 20 мегапикселей. Но, несмотря на это, матрицы у них одинаковые по размеру. То есть, по идее, у Mavic пиксель должен быть больше, потому что разрешение меньше, площадь больше, значит каждый пиксель жирнее. Но, на самом деле, матрицы у них одинаковые с точностью до 1 пикселя, поскольку Mavic может фотографировать в 20 мегапикселей. И, в общем, у обоих камер одинаковые абсолютно пиксели по размерам, одинаковые матрицы по своим тоже размерам, одинаковое разрешение матриц. Посмотрим, как они вытянут это все на тестах. Вот на такой дистанции висят Mavic и Autel относительно друг друга. Я думаю, что это достаточно чистый тест. Есть разница в пару метров. Но, в общем и целом, они снимают абсолютно в одно и то же время, в одну и ту же сторону. Так что, будем считать, что тест чистый. Давайте сравним две картинки. Они сделаны в одно время, с одинаковыми настройками на похожие дроны. Какая вам больше нравится? Где больше деталек? Где лучше цвета? Тени? Давайте увеличим в 5 раз, чтобы было проще поискать. При увеличении детальки стало заметно еще лучше. Ну, я думаю, что здесь уже выбор очевиден. И да, вы правильно догадались, Autel слева. А теперь давайте включим на Autel 6K. А на Mavic режим High Quality, который кропает картинку, но должен давать большее качество. Чтобы размер изображения был похожим, Autel придется увеличить в 7,5 раз, а Mavic в 5. Здесь картинка уже более похожая, хотя зум разный. А теперь мое любимое. Логарифмические профили. A-Log у Autel и D-Log M у Mavic. Общая четкость, конечно, лучше у Autel, но Mavic тоже, в принципе, неплохую картинку дает. Давайте посмотрим яркие части. У Autel картинка чуть резче, у Mavic чуть более размыленная. Ну да ладно. А вот в тенях у Mavic творится сущий ад. Картинка размылена, как не знаю что. А у Autel она более четкая. Ситуацию немного спасает перевод Mavic в режим HLG, но немного. Вот можно сравнить HLG и D-Log у Mavic. HLG выглядит чуть более детализированной и с ней еще хоть что-то можно сделать. В общем, D-Log M это не тот режим, в который стоит вообще снимать когда-либо. А HLG получше, хотя до Autel не дотягивает. А вот тест в экстремальных условиях. Очень яркое солнце и очень темный лес. У Mavic солнце засветило полкадра и леса практически нет. У Autel с этим все получше. Поскольку Autel в очередной раз уделал Mavic в дневном тесте картинки, чтобы этот маленький рыженький новобранец так сильно не выпендривался, мы взяли специальный инструмент для унижения маленьких и рыженьких. Inspire 2 Pro. Писать будем в прорез, ну чтобы хоть какое-то было более-менее адекватное сравнение. И здесь будет нормальный D-Log. Не D-Log M как у Mavic, а прям полноценный D-Log. Да, как у Autel. Поехали! Ну что ж, никаких сюрпризов и чудо нам не явили. У Autel картинка лучше, у Mavic хуже. Резкости у него меньше, шумов у него больше и вообще всяческие бе-бе-бе. D-Log M, HLG без разницы, все равно все плохо. Но благо у нас есть Inspire 2, который снимает в прорез, в 4-4-4, в нормальный логарифм. И давайте посмотрим его. И это ки***о, дамы и господа, потому что Autel снимает лучше, чем Inspire. За полмульта даже больше он стоит. Autel сейчас стоит 150, по-моему, где-то. И у него картинка лучше. Она менее шумная, она более детализированная, у нее больше динамический диапазон. Но давайте хотя бы попробуем на Inspire навесить шумодав и добавить ему резкости. Ну, стало получше, но ощущение все равно, что у Autel картинка приятней. А теперь вопрос. Как снять камеру с Autel и поставить ее на Inspire, так, чтобы оно все работало? И я бы их спятую-то, наверное, все-таки теперь продал. Не надо никому. Мы видели тесты картинки, и Autel разбил не только Mavic, но и Inspire. Давайте разберемся в причинах настолько крутого изображения. Во-первых, сравним с Mavic. У Mavic такая же матрица, а я подозреваю, что она вообще такая же. Потому что DJI все время ставил на свои дроны матрицы Sony. По пикселям они совпадают один в один. И я думаю, что это такая же матрица. А от Hasselblad у DJI только цветовой профиль. Цвета он, в принципе, отображает прикольненько. Так вот, Autel, во-первых, более резкий. То есть у него другая оптика, и она просто резче. Никакими манипуляциями на постпродакшене вы не добьетесь с Mavic такой же картинки, как на Autel, такой же детализации. Потому что он просто не настолько резкий. Тут ничего не сделаешь. Ну и плюс ко всему, Autel как-то на программном уровне очень аккуратненько добавляет резкости и убавляет шума. Но делает это незаметно и прям вот аккуратненько. Это не выглядит накрученной какой-то такой извинящей прям резкостью. Это выглядит нормально. Ну то есть как качественная, резкая, хорошая картинка. А у Mavic не так круто. Теперь по поводу Inspire. Он априори должен снимать прям круче. Потому что это дорогущий профессиональный дрон с большой матрицей. Она раза так, наверное, в три больше, чем у Autel. Но нет. Потому что Inspire сделали в июне, если не ошибаюсь, 17-го года. А это очень давно. А Autel свеженькая птичка. Поэтому, извините, Inspire уже устарел. DJI, давайте выпускайте третий Inspire. Этот летает криво. У него плохая курсовая камера. И куча всяких болячек. Типа он не висит на месте нормально. Так что, ну, он просто старый. Если снимать в RAV, то да, мы сможем там подавить шумы. Еще навалить резкости. И добиться картинки, пожалуй, лучше, чем у Autel. Но это уже другая история. Блин, мы можем Red подвесить. И, конечно, он будет лучше, чем у Autel. Но вот в таком сегменте у мелкого, рыжего, новенького коптера самая лучшая камера даже в сравнении с Inspire. Такие дела, друзья. Как я и обещал, тест весения Autel против Mavic абсолютно новенькие, свеженькие, хорошо заряженные батарейки полностью. Сейчас мы с Таней их одновременно включаем. Одновременно завешиваем на полтора метра. У них у обоих включены нижние сенсоры, чтобы они висели ровненько. Ну и посмотрим, который из них провисит дольше. Ну, наверное, Autel, да. Ну, посмотрим опять же. Потому что он писал всего 32 минуты на пульте при полностью заряженной батарейке. А это очень подозрительно. Батарейки, что немаловажно, у нас примерно одинаковые температуры. То есть мы их вынесли обе из дома. Они обе были на улице одинаковое количество времени. То есть мы можем рассчитывать на достаточно чистый, точный тест. Раз, два, три. Запускаем. И взлетаем на полтора метра. Полтора метра это примерно вот так. Опусти его чуть пониже. О! Класс! Надеюсь, что меня все еще слышно. Коптеры зависли. Запись включили на обоих, на видео. Каждый коптер видит другого. Посмотрим, насколько долго они смогут провисеть. А становится холодно, поэтому надо отправить гонца за кофе. В общем, это настолько не хапсан, что я положил пульт. А это, между прочим, показатель. Ни у одного хапсана никогда я бы не положил пульт на землю, пока коптер находится в воздухе. У Тани 25%. Он начинает орать low battery warning. Надеюсь, что меня слышно и камера пишет. Ну что ж, будем ждать посадки. Посадка будет принудительная при 10%, если не ошибаюсь. У Аутеля еще 47% и это довольно-таки много. Мавик написал, что критический разряд батареи и через 10 секунд он начнет автоматическую посадку. Начал истошно пищать. И благополучно сел. То есть электроника сработала. Мавик пролетал 23 минуты. И это, в принципе, круто. Можешь пультик выключить? Да. Выключаем пультик, чтобы он не пищал. И посмотрим, насколько дольше продержится наш рыжий боец новый, который нравится мне все больше и больше. Давай. Так вот, последний процентик у Аутеля закончился. Он автоматически сел, что хорошо поднял камеру перед посадкой, чтобы не шаркнуться и об землю. Пролетал он рекордное количество времени, которое вы сейчас видите на экране. Это чтобы было точно, мы его вставили уже на постпродакшене. В общем, этот не Мавик и не Хапсан, а новый конкурент DJI. Очень долго летает. Около 30 минут против 20 с небольшим у Мавика. Это прямо дофига. И это очень интересно. Он все интереснее и интереснее становится. Я думаю, что Аутель Эва 3 Pro будет просто бомбическим коптером, если DJI не раскорячится и не выпустят быстренько третий Мавик и третий Инспайр, чего я, естественно, им желаю. DJI, вы смотрите этот ролик, да? Давайте, чуваки, давайте, я в вас верю. Тест весеннее. Оба дрона сейчас используют только GPS, акселерометр и барометр. Больше ничего. Все датчики, инфракрасные, ультразвуковые, парные, стереоскопические, все выключено. Смотрим, насколько они могут точно висеть. Аутель, в принципе, неплохо застрял между вот этих двух балконов, вы видите, по зданию, да? А Мавик начинает носить вперед-назад. Это чуть-чуть не видно, наверное, на камере, потому что она видит движение только вверх-вниз, вправо-влево. Но я думаю, что уже становится понятно, кто победил в этом соревновании. Мавик явно тянет вверх и чуть-чуть вправо. Посмотрим, что он будет делать дальше. Давайте ускорим видео. Оба коптера сейчас висят сами по себе, то есть мы не подруливаем. То, что Мавик двигается вверх и вниз, это исключительно его решение. И то, что Аутель уходит вправо. Ну, в общем, я думаю, что этого достаточно. Понятно, что Мавик ползает по кадру, куда ему хочется, а Аутель чуть-чуть смещается вправо. Кстати, у Аутеля, скорее всего, это лечится калибровкой ему. А вот Мавик так себя ведет по жизни. То есть, если им включить нижние сенсоры, они будут стоять как вкопанные. А на GPS, как бы, они висят вот таким вот образом. Аутель опять побеждает. Ну, и если у кого-то были сомнения, сейчас у них включены все сенсоры, оба коптера висят абсолютно идеально. Ну, чего и стоило, в общем-то, ожидать. Теперь давайте пройдемся по аксессуарам. У Мавика есть всякие там сумочки, фильтрики. Что у него еще есть? Пропеллеры Low Noise уже не делают. Они все Low Noise. Ну, в общем-то, ND-шки. Самое главное, что есть это ND-шки. И это круто. Но, если зайти на сайт Каутелю, у них есть и мягкие сумочки, и Low Noise пропеллеры, и ND-фильтры, которые накручиваются на обычную резьбу, а не хитрое вот это сочленение Мавика, хотя оно неплохое. По аксессуарам ни тот, ни другой коптер не выигрывают. Здесь они равны. Ну, да, естественно, зарядка многопортовая. У Autele тоже есть. Но у Autele, написано, по крайней мере, на сайте, что она заряжает батарейки одновременно. А у Mavic это делается только последовательно. Так что даже по аксессуарам Autele выигрывает. Еще один интересный момент. Иногда случается такое, что прямо в полете у вас садится телефон. И вот он выключился. Выключился совсем. Он пишет App Disconnected. И как нам его возвращать домой? Правильно, по кнопке домой. Но у Autele есть вот такая интересная функция. Оп. И это не статичная картинка. Это то, что сейчас видит дрон. Ну, то есть вот мы двигаем. И тут прямо идет картинка. То есть летать можно по большому счету даже без телефона. Ну, то есть совсем без телефона нет, конечно. И картинка здесь, наверное, послабже, чем на мобильничке у вас будет. Но, тем не менее, вернуть дрон с севшим телефоном или вообще даже доснимать проект. Например, вы пришли, а у вас телефон сел. Ну, непрофессионализм, плохо. Но делать что-то нужно. Вывели картиночку на экранчик у пультика. Воткнули пауэрбанк какой-нибудь. И летаете. В телефон пауэрбанк воткнуть нельзя, потому что он подключен к пульту, когда работает. Поэтому вариант посадить телефон на пауэрбанк не получится. А вот пультик вполне себе. И картинка нормальная. Правым колесиком нельзя выбирать, как в приложении. А вот это вот очень странно. Было бы круто, если бы можно было прямо вот здесь вот натыкивать. Экран не сенсорный. Выбирать, не знаю, там режимы съемки. Например, хочу в D-Log переключиться. Точнее, теперь уже в A-Log. Но сделать этого не могу. Тем не менее, вот этот экран. Это прямо очень-очень-очень круто. Давайте проведем тест ActiveTrack'а. Я сейчас его запущу вот таким вот образом. Так, вот он меня нашел. Я буду убегать, а он будет догонять. Все честно. Он чуть снизился. Видимо, это какая-то программная история, что он должен висеть на высоте там метра три, наверное. И я буду потихонечку уходить за елку. А этот товарищ за мной летит нормально. Причем летит он боком. Mavic боком не умеет летать в ActiveTrack'е. Он летает только прямо. И вторая елка, в которую он сейчас может врезаться. Нет, нормально. Я думал, что на этом коптер закончится, а нет. Сейчас мы в эту елку его попробуем втащить. Слушайте, он. ActiveTrack'е намного лучше Mavic'а. Сейчас попробую от него спрятаться, просто забегая за елку. Ну да, вот тут он меня и потерял. Активируем ActiveTrack еще разик. Идем на дрон, и он врезается в дерево, да? Да? Нет? Нет, я пытался спиной его втащить в дерево, в другое дерево. Нет, он не врезается в дерево спиной. А если я за это дерево попробую зайти и спрятаться, то он облетит его боком и все нормально. Соседнее дерево, в которое он может врезаться, и он облетает его снизу. Это прямо офигенно. Это вот то, что должно быть в ActiveTrack'е, а не то, что у DJI, когда он долетел до чего-нибудь, испугался и встал, потому что там слишком узко. Этот парень может летать боком, может летать задом. Блин, а я задом летать не умею, потому что сзади у меня сенсоров нет. А елка здесь есть. Так вот, спрячемся за елочку. Оп! И он пролетает вот здесь вниз, потом идет вверх. В общем, он шикарно меняет высоту. Это то, что должно быть в ActiveTrack'е, прямо вот в идеальном его варианте. Примерно так летает Skydio, между прочим. Skydio я еще не пробовал, но по видосам он летает именно так. Он видит со всех сторон все и просто облетает препятствия, заныривая под них, пролетая их боком, как угодно. В общем, как вы видите, ActiveTrack здесь сделан идеально. По-другому не скажешь. Но я думаю, что я смогу от него спрятаться. Здесь есть пушистая елка, за которую можно забежать резко. Вот так вот. Оп! Модель Inspire 1 называется T600, а Terminator это T800, которого Шварценеггер играл. Помните, да? I'll be back и вот это все. Не спроста их так называют. И вот интересно, вот тут он меня потерял. Фух, ну ладно. Если восстание машин начнется на версии Autel Evo 2, то у нас есть шанс, мы сможем спрятаться за елочкой. А если начнется на Evo 3, то возможно шансов у человечества будет уже мало. Ну, размотается так размотается. Таня убегает от квадрокоптера безжалостно. Дрончик догоняет Таньку. Хрен нас себя не учесали. Ну ладно, побежали. Он не вматывается в елку. Маленькие елки, вот в это он может с этим резаться. Ать! Ать! Поросенок, а? Очень неудобно бежать. Со стабиком смотреть в это все. Ну-ка, сможет ли Таня спрятаться за елочкой? Нифига она не спряталась за елочкой. Это единственное, переживают за сетку, что он может ее не увидеть. В общем, это прямо супер круто. Я думаю, что мы вставим Таню, а не надоевшего всем уже меня. Это будет поприкольнее, да? Ать! Все, потерял. Поздравляю, Таня, ты убежала. От дрончика. Как тебе ActiveTrack? Клево. Работает? На солнце вообще огонь работает. Мне кажется, он у меня лучше тречит, потому что у меня куртка яркая. Трекирование дрончика. А этот даже не запыхался. Смотри, висит и висит. Ну, если у Аутеля ActiveTrack настолько хорош, я тут подумал, а может быть, ну, все-таки, может быть, есть хоть какой-то маленький шанс, что оно заработает. Проверим. Вы же понимаете, о чем я, да? Сноуборды, лыжи, даунхилл. И все вот это, зачем не может летать Мавик в режиме ActiveTrack, потому что он не снижается и летает очень медленно. Тык. Что ж, Аутелька, маленький, хорошенький. Ну, давай, представим, что сезон уже открыт, и я такой на сноуборде вот так вот по снегу не ссусь и не падаю. И не падаю. Не ссусь и не падаю. И не ссусь. Вообще, на самом деле, очень ссусь, потому что очень скользко, и оно все заледенело. Но я не падаю. И да. Сладенький, хорошенький. Спустился за мной. И летит обратно. Ну, потому что я иду на него. Понятно, что он летит. В общем, Аутель может гонять за сноубордистами, лыжниками. Сезон откроется буквально на поляне. Здесь, я думаю, что через недельку-две Архиз уже работает, Эльбрус уже работает, Геш уже тоже нормально. Ребятки, ну вы поняли, да, что нужно покупать на Новый год, чтобы снять с себя любимого, едущего с горы. На скорость бы его еще потестить, но у нас пока что склоны закрыты. Ну и, естественно, хождение в гору он тоже на активтреке может снять. Так что, пока вы там скитурите в горочку, тоже можно рассчитывать на нормальный активтрек. Ну и, чтобы не быть голословным, Mavic будет летать за мной вот таким образом. Сейчас я снова притворюсь с ноубордистом и не разложусь на этой горке. Вот так вот. Эть, не падаю, не падаю. Коптер слышу, все тише. Нет, все-таки падаю. Слушайте, Mavic тоже снижается. Да, Mavic начал снижаться и он нормально за мной пролетел. Надо будет это потестить. А вот на подъеме вверх Mavic начал выписывать какие-то очень странные кульбиты. Да, я сказал, что это не она и что он по своему желанию такие приколы делает. Ну и двигается он как-то рывочками. Но очень близко стал к тебе лететь, потом испугался и полетел обратно. Ну ладно, в любом случае то, что он снижался за мной, это уже очень круто для Mavic. Фух! Поедем, я думаю, что дней через пять тогда в Архиз и попробуем там что-нибудь поснимать со сноубордом. Рассказывайте про полет Mavic за мной наверх. Ну, когда ты спустился вниз, вниз он третчил хорошо, развернулся, когда ты стал подниматься наверх, он мало набрал высоту и смотрел прям в спину примерно, ну то есть на той же высоте, что и ты и летел очень близко, то есть ты был почти во весь кадр, это было стрёмно и вот он в какой-то момент, когда подлетел максимально близко, шарахнулся двумя рывками вверх-вбок на безопасное расстояние. А утелька? Слушай, а утельку я же не видела экран, надо посмотреть результат, но визуально она была дальше от тебя всё время, как бы, не знаю, надо смотреть записи, я не видела. Итоги мы будем подводить следующим образом. Над каждым коптером мы будем писать его плюсы и чем жирнее плюс, тем больше будет шрифт. Давайте начнем с Mavic. У него офигенный линк и это очень круто. Маленькая задержка, большая дальность, это важно. Хотя он у нас в режиме FCC, а утель в SE, но тем не менее, у Mavic и FCC сейчас включается более-менее нормально, а у утеля я про такое не знаю. Дальше. Mavic умеет делать панорамы. Да, это программная фича, её легко допилить в утеле, но сейчас она там не реализована, а у Mavic она есть и это круто. У Mavic удобный, эргономичный пульт, такой устоявшегося дизайна, хорошего, надежного и это здорово. Это клево, прям мне очень нравится. У Mavic маленький вес и размер, по сравнению, по крайней мере, с утелем. Это важно, когда ты куда-то далеко идёшь или несёшь его на себе, ну, то есть, это прям хорошо. У Mavic есть рокет, дрони и всякие такие вот, не помню, как они называются, но, в общем, автоматические режимы селфи-съёмки. Хотя у Аутеля тоже есть всякие полёты по кругу и такое, но рокетов и дроней у него нету. Mavic дешевле. Его цена сейчас такая, а у Аутеля примерно такая. Теперь давайте пройдёмся по плюсам Аутеля. Ну, во-первых, да и в последних, можно даже сказать, было бы, эта картинка. Охрененно резкая, в 6К, без шумов, идеальная картинка. Под пунктами картинки можно сказать, большое ISO, то есть на видеосъёмке у Mavic ISO ограничивается на 1600. У Аутеля нет. У Аутеля есть полноценный лок, которого нет у Mavic. Я имею в виду логарифмический профиль при записи. У Mavic он какой-то ущербный. У Аутеля разрешение выше, время полёта больше. Это, ну, как бы мелочь, но в полтора раза всё-таки, да? ActiveTrack у него работает просто охрененно. Ну, то есть, он может третчить вас плавно, аккуратно и облетая любые препятствия. И тут мы выходим к сенсорам, которые со всех сторон и работают просто обалденно. то есть, деревья он у нас облетал так, как ни один другой коптер, ну, может быть, Skydio может. Так вот, сенсоры, это важно. Дальше, экран на пульте. Ну, мне кажется, что это скорее мелочь, но мелочь приятная. Пусть будет. 800 метров. 800 метров высоты для нас это важно, но важно это не для всех, поэтому будем считать, что это мелкий плюсик. Сменные камеры. Это прикольно по нескольким причинам. Во-первых, ты можешь купить один дрон и пользоваться там и сразу и тепловизором, и 8К, и 6К, и чем угодно. А во-вторых, если он грохнулся, камеру можно поменять самому. Прогрохнулся. Ребята из Петербурга записали чудесное видео про то, что он очень ремонтопригодный. Разобрали его прям до скелета. А Утель это такой рамный джип, у которого на металлическом каркасе все собрано и убить его довольно сложно. А у Магика все собрано на его платье фактически. Поэтому удара, защищенность у Утеля лучше. Точность висения по GPS. Вы помните этот тест. И да, он висит точнее. И последним у нас будет встроенный Mission Planner. Мы до него еще не добирались, но и так уже куча-куча информации. Он может летать по точкам, он может делать орто-фотосъемку и все это довольно клево. У Мавика там отдельное приложение и оно не всегда хорошо работает. А у Утеля эта штука есть. Общий итог. Утель оказался круче Мавика. Ну, объективно. Причем учитывайте, что я не топлю ни за DJI, ни за Утель. В принципе, это все абсолютно без разницы. Главное, кто выпустит следующую крутую железку. А поскольку у DJI теперь появился впервые в истории вообще настоящий конкурент, который выпускает нормальные дроны, которые круто летают, круто снимают со всякими программными фичами, я уверен, что выход третьего Мавика или третьего Inspire не заставит себя ждать. А после выхода третьего Мавика Утель должен выпустить Эва 3. И я надеюсь, что они сделают свою профессиональную линейку. В общем, мы стоим, я думаю, что на эпохе такого зари конкуренции в коптерах. И сейчас у нас начнется битва титанов. Ни DJI, ни Утель мне не платит денег. И самое главное для меня, чтобы получалась крутая картинка, которая нравится маме, мне, Тане, ну и какому-то количеству подписчиков на YouTube и в Instagram. на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я отвечаю на все вопросы по существу под этим видео. Если у вас появятся какие-то крутые идеи или что-то было непонятно, опять же, все туда. Этот обзор мы снимали и монтировали 10 дней. На него было убито нереальное количество сил и времени, так что дизлайки не принимаются. Ставьте лайк под этим видосом, а не как обычно, да? Подписывайтесь на канал. Все, с вами был я, Александр Малков. Вы были на канале Коптер Тайм. Пока-пока.